всем привет мы находимся с вами снова на break neck ridge такое наше любимое место и мы здесь были наверно раз 20 последние лет 17 или 18 мы ездим сюда почти каждый год по моему в прошлом году пропустили и вы знаете здесь просто такой вид приятный посмотрите как как мы высоко забрались это всего лишь где-то минут за 20 вот там вот я даже я даже боюсь представить то есть я боюсь предположить сколько здесь высота в метрах футах но это можно на карте как-то там посчитать потом посмотреть высота от уровня в общем то вот воды это это река гудзон я здесь снимал видео наверное раза два может быть три но сегодня очередной раз правда погода сегодня должна была быть дождливые мы сюда не собирались я не зарядил батарейки для дрона так что съемок с дрона сегодня не будет то что вы видите чуть-чуть сейчас это съемки с прошлых лет а сегодня мы здесь просто погуляем посмотрим вот там вот станция находится если кто-то сюда на поезде хочет приехать поезд здесь останавливается один или два раза утром в ту сторону потом в сторону городу вечером и только по выходным тоже два или две или два поезда или один поезд кажется останавливается в сторону города потом а вот там вдали находится остров который мы пока до сих пор еще не изучили вот надо было бы дроном как раз ну в следующий раз там находится развалины развалины старого замка я смотрел читал про него сейчас я боюсь ничего не помню но я восстановлю память мою и мы с вами как-нибудь посмотрим с дрона сблизи есть уже съемки конечно даже на том же ютубе с дронов вот этого замка но я естественно хочу заснять как нибудь сам по-своему так как хочу это сделать я ну а дальше вот видите как всегда наскальные рисунки дикарей к сожалению дикари есть и в америке и везде особенно за последние несколько недель все в этом убедились ну и мы мы просто пойдем дальше полезем еще дальше вон туда наверх наверх будет все еще намного выше шли мы шли минут 20 или может 25 и залезли еще выше много выше я не знаю заметно ли видео намного выше все это теперь он там мы были если видно вон там вот люди стоят далеко-далеко и вот там мы были это уже . которую мы пропустили а до этого вы видели кадры еще ниже затем холмом мы стояли то есть намного ниже чем сейчас мы сделали остановку там быстренько но ничего не снимали и полезли еще 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 выше вот в итоге мы здесь стоим ну почти на самой высокой точке но не совсем есть вот там еще выше он там ястреб летает ищет кого бы съесть есть еще выше но это уже почти самая высокая и это в принципе ну у нас это вот место является обычной остановкой где мы сейчас будем сейчас покушаем попьем водички а потом пойдем дальше но какая баржа посередине реки плывет прям посередине здоровая до этого нужно было лазить руками ногами в общем в руках даже камеру не поддерживал сейчас пошла более-менее такая плоская дорожка у нас плоская тропинка и поэтому есть возможность вот показать ну как на самом деле это происходит вот так вот мы так вот мы здесь идем так сказать березки тут кстати березки растут как вы видите вот еще березка растет это только в россии родные березки растут а в америке таких нет видите вот они особенно по моему плавит про белоруссию тоже что вот это я слышал что березки мол только у нас только у нас а на самом деле вот их здесь много но вообще березы считаются вроде как они здесь не родные деревья они сюда пришли мол по-английски это называется инвезив спичи спичи а по-русски я даже забыл как это назвать но в общем это растение которые захватывают территорию здесь они здесь не должны не должно их здесь быть по идее вот немножко спуск пошел но опять же здесь хоть можно идти двумя ногами вот так вот по камням по глиняным дорожкам вот у нас можно конечно дикарями ходить а можно ходить в основном все ходят по дорогам вот это вот официальная штатная штатовское обозначение дорожки они в разными цветами обозначаются обычно они отличаются цветами вот по дороге которую мы идем она что на карте что вот этими значками она белым цветом обозначаются таких дорожек мы может быть разное количество и они разноцветные ну в данной местности есть белые синие красные зеленые по-моему есть здесь и желтая точно и другой вид обозначения вот просто просто мазок такой краски на камни либо на деревьях тоже иногда вместо вот такого значка при которой прибивается вместо него просто белая вот такая отметочка где то есть дальше на деревьях просто белая краска ну или опять же красная краска желтая краска зеленая любая которая бывает который эта дорожка обозначается на карте вот так вот люди и гуляют если хотят провести время в лесу но если вы не хотите следовать дорожкам по моему ничего никто вам не сделать можно пойти вон в чащу леса вон туда там погулять в принципе я не вижу ничего в этом плохого и я не думаю что это запрещено маршрут у нас сегодня покороче вот мы свернули на красную а потом мы окажемся на желтый и уже мы можно сказать повернули в сторону где мы оставили машину пойдем дальше до желтой вот шли шли мы по красной дорожке вот старые метки кстати совсем затерлись и много лет десятков даже лет вот мы пришли к перекрестку желтых дорожек и вот здесь даже написано что вот здесь обратно это к поезду и к парковке кстати эти таблички появились может быть всего лишь года три-четыре назад когда первый раз лет так 18-17 назад я здесь ходил вот красная и желтая значит две соединяются желтая она вон туда уходит или приходит так сказать оттуда а вот здесь вот уже мы идем по желтой тропинке желтому маршруту так что я хотел сказать лет так 17-18 назад может даже 19 здесь не было такого то есть обозначение уже тропинок было чтобы люди были они все чтобы люди там не потерялись кому кто выбирает ходить по тропинке они просто так по лесу гулять но не было вот этих вот таких культурных табличек красивых прям напечатанных все не было вот таких вот на гвоздях маркировок на деревьях были вот такие вот обычные вот вот это вот старая маркировка просто тупо желтая краска на дереве и все вот это вот отметка а потом мы смотрели потихоньку мы здесь почти каждый год бываем и стали появляться метки такие уж тоже покультурные вот эти вот пластиковые метки на деревьях сейчас мы заметили что дизайн обновили этих пластиковых веток пластиковых меток раньше было черным цветом написано по цвету уже ну по красному по белому в зависимости от дорожки по синему а теперь белым написали и это уже отчетче стало видно в общем улучшение происходит постоянно а вот здесь дерево горело наверное осталось части какие-то остались и запах да уж не знаю это люди подожгли или что тут произошло всякое бывает тут то я думаю что парковые работники иногда здесь как-то проходит и смотрят где-то где-то спиливают деревья вот здесь явно что-то спиленная потому что слишком ровно явно пила работала не сами деревья упали но они здесь ходят ходят смотрят чтобы деревья были безопасны чтобы они потом никому на голову не упали кто здесь идет ну то есть вроде как бы лес но немного оккультуренный то есть здесь ходят и заботятся о том чтобы ничего вам по голове не упало поэтому заведомо спиливают проблемные деревья какие-то ветки мешающие ветки какие-то проходу бывают спиливают убирают упавшие деревья если уже упали с прохода тоже что идешь иногда и дерево лежит поперек ну ты перепрыгиваешь и идешь дальше они убирают потом приходят потихоньку в итоге то есть все время идет какая-то работа здесь по улучшению по облагораживанию местности по так сказать повышению качества отдыха для таких вот как мы все спустились мы с гор и заехали в город рядом который находится называется колд спринг это все штат нью-джерси то есть да это все штат нью-йорк он на лодочках на байдарках кто-то катается по гудзону интересная мысль я думаю мы сюда вернемся когда-то чтоб тоже покататься по гудзону он кто-то мороженое значит и попить можно где-то купить нормально тут оказывается набережная такая вот здесь мы никогда не ходили всегда мимо проезжали по главной улице по главной дороге и все а сейчас вот я так подумал можно завернуть в городок и посмотреть какой тут городок а тут такой прикольный городок небольшой но все тут так культурненько цивильненько и даже вот набережная своя небольшая с пирсом со скамеечками в общем принципе я не жалею что мы здесь остановились пушка какая-то так чё написано the pirate gun ну потом мы остановим кадр и почитаем что там написано